Привет, друзья! Сегодня будем готовить тушеную капусту с чечевицей. Чечевица с капустой получается очень вкусное, ароматное, простое и полезное блюдо. Оставайтесь со мной, вместе с вами будем готовить. Для этого простого и вкусного блюда нам нужно 130 граммов чечевицы. У меня красный. Для этого блюда очень хорошо подходит именно красная чечевица, потому что очень быстро готовится. Нам нужно 500 граммов капусты, молодая, 4 средних помидоров, 1 зубчик чеснока крупных, 1 головка луковицы, здесь у меня половина сладкого перца, он у меня был большой, я взяла половину. И здесь несколько веточек петрушки. А какие приправы я буду добавлять, все я вам покажу. Рецепт всегда я пишу в описании. Для начала обжариваем лук на растительном масле. Добавляем чуть-чуть на сковороду. И отправляем сюда лук. Лук у меня нарезан мелкими кубиками. Обжариваем до прозрачности. Пока обжаривается лук, нам надо заранее мариновать капусту. Нам нужно где-то 2-3 столовые ложки лимонного сока. Капусту я нарезала соломками. Добавляем 1 чайную ложку сахара. И пол чайную ложку соли. Все это хорошо перемешиваем. Часто вы мне спрашиваете, когда я добавляю лимонный сок, кислое не получается? Нет, друзья, абсолютно не кислое. Поэтому я добавляю чуть-чуть сахара. Но зато капуста получается очень вкусно. Сейчас так быстренько перемешиваю. И вставляю в сторону. Где-то 5 минут пусть маринуется. Становится мягче капуста. Лук слегка обжарила. Добавляем сюда помидоры. Мелко нарезанные кубиками. Я помидоры почистила. Здесь у меня еще и чеснок. Я нарезала большими кусочками. Так как у меня помидор слива, слива мясистая, но не сочная. А я буду добавлять еще 2 столовые ложки воды. Все это перемешиваем хорошо. Закрываем крышку. Под закрытой крышкой будем тушить 3-4 минуты. Помидоры пустили сок. Добавляем приправы. Добавляем соль. Соль добавляйте по вкусу. Черный перец. Паприка. Одна чайная ложка. И сухой базилик. Я буду добавлять. Здесь у меня где-то пол чайную ложку осталось. Все это пока хорошо перемешиваем. Теперь сюда отправляем капусту. Капуста уже хорошо мариновалась. Так получается очень вкусный титрусный аромат. Друзья. Все это опять хорошо перемешиваем. И будем тушить под закрытой крышкой где-то 5-7 минут. Закрываем крышку. Пусть тушится под закрытой крышкой. Капусту тушила 5-7 минут где-то, друзья. И за это время я 2 раза перемешивала. Это последний разочек. Перемешиваю. Добавляю сладкий перец. Еще разочек перемешиваю. Добавляем чечевицу. Смотрите, друзья. Я чечевица несколько раз промела холодной водой. Вот так сверху добавляем чечевицу. Не перемешиваем, друзья. Вот чечевица сверху я добавляла. Просто поправляю чуть-чуть. Теперь добавляем горячую кипяченую воду, друзья. Так, чтобы чуть-чуть закрывала чечевицу. Это где-то стакан. Сейчас посмотрю. Соль я больше не буду добавлять, потому что капусту я солила. Когда тушила помидор, тоже добавляла. Смотрите. А, чуточку, наверное, еще добавляю. Чтобы там много воды не было внутри. Все, друзья. Видите, так много воды я не добавляю. Вот так я сделала, чтобы было видно. Так, чтобы вот закрывала и овощи, и чечевицу. Теперь закрываем крышку. Будем тушить на маленьком огне. Где-то 15-20 минут. Я больше крышку не буду открывать. Вот так закрываем и тушим на маленьком огне. Тушила на маленьком огне 10 минут, друзья. И ни разу не перемешивала. Теперь буду перемешивать. Получается очень вкусное, ароматное блюдо. Вот так, друзья. Перемешивали. Закрываю крышку. Продолжаю тушить на маленьком огне. Опять где-то 5-7 минут. Тушила блюдо где-то 15-17 минут, друзья. Сейчас я проверяю. Если чечевица мягкая, значит блюдо уже готово. Вы тоже всегда проверяйте. Ммм, какая ароматная, друзья. Вкуснятина. Готово у меня чечевица. Теперь в самом конце добавляем зелень и выключаем плиту. Тушеная капуста с чечевицей уже готова. Шикарное блюдо, друзья. Ароматное, простая. Готовится быстро и просто. Хоть на обед, хоть на ужин. Все, выключаю плиту. Пускай простоит еще где-то 10 минут. А потом будем пробовать. Выключаю плиту. Закрываю крышку. Пускай простоит. Друзья, посмотрите, как аппетитно выглядит тушеная капуста с чечевицей. Блюдо простое, но очень вкусное. Ну что, попробуем? Давай пробовать. Сегодня муж обещал, что на камеру будет пробовать. У Аллочки на канале первый раз. Буду пробовать на камеру, друзья. Сегодня я снимаю. Так, я себе положу. Сейчас тебе положу, Аллочка. Чтоб ты тоже вместе со мной. Так, это тебе. Спасибо. Пожалуйста. Вот из камеры одной рукой, из другой рукой. Я думаю, что ты справишься. Очень сочное, ароматное, простое блюдо получается. Посмотрите, друзья, поближе я покажу. Видите? Не жирное. Хоть на обед, хоть на ужин. Абсолютно. Друзья, я уверен, что для многих это новое блюдо. Чечевица с капустой, это просто настолько вкусно. Ну что, попробуешь? Да, я уже пробую. Первый ты попробуй, хорошо. Скажи. Как всегда. Результат просто шикарный, друзья. Просто очень-очень вкусно. Для тех, кто любит овощи, летом особенно, из недорогих овощей получается такое шикарное блюдо. Она настолько вкусно. Какой запах у нас на кухне стоит. Вы не представляете, друзья. Теперь я попробую. Я обожаю это блюдо. Это просто очень-очень вкусно. Вкусно-то. Я люблю чечевицу, друзья. У меня на канале есть суп из чечевицы без мяса. Очень вкусный рецепт. Я ссылочку ставлю под видео. Какая вкусно-то. Тушеные капусты с грибами. Тоже очень вкусный, простой рецепт. Ссылочки все я оставлю под видео, в описании. Заходите, посмотрите. Готовьте и кушайте на здоровье. А я оторваться не могу, видите. А это блюдо прям шикарное. И настолько вкусно, друзья. Сочное. Можно каждый день приготовить и есть. От него никогда не устанете. Видите, какая сочная, друзья. Одным словом. Вкусно-то. Обязательно попробуйте. Жду ваши отзывы. Новые подписчики Валочки. Пожалуйста, заходите ко мне на канал. Кто не знал, что у меня есть канал. Там очень много рецептов шашлыков из мяса. Овощных. Недавно я начал готовить овощные блюда. Кстати, недавно сделал баклажановую икру. Многие уже отписались. Говорят, что детей невозможно оторвать от этой икры. Настолько вкусно и быстро получается. Так что заходите ко мне на канал. У нас все рецепты простые и вкусные. Ссылочку на канал мужа я ставлю в описании. Ну что, будем прощаться. Всем спасибо за хороший комментарий. За добрые и теплые слова. Нам очень приятно. За лайки, за подписки. Спасибо всем огромное. Всем спасибо. До свидания, друзья. Будьте здоровы. Пока-пока. Готовьте, наслаждайтесь жизнью. Как я говорю, живите каждым днем. Радуйтесь жизнью. Спасибо. Продолжение следует...